Доброе утро, страна! Буквально в конце прошлой недели в Минском дворе спасатели поймали змею яркой окраски. Их вызвали обеспокоенные жители столичной многоэтажки. О правилах содержания экзотических животных поговорим сегодня с нашим гостем. Рады приветствовать в студии Доброе утро Беларусь Петра Николаенко, заместителя начальника Главного управления регулирования обращения с отходами биологического и ландшафтного разнообразия, начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Петр Васильевич, доброе утро! Доброе утро, Петр Васильевич! Ну, буквально вот вчера был День змеи в мировом календаре. Расскажите, как часто этих рептилий заводят белорусы? Ну, в этом плане хочется отметить, что, наверное, у некоторых белорусов пропадает интерес кошкам, собачкам. Хочется чего-то экзотического. Но не могу сказать за всю Беларусь, потому что есть виды, которые завозятся без разрешений. Могу сказать только за те виды, которые подлежат обязательной регистрации. В год это получается порядка 30-40 видов, таких случаев завоза в Республику Беларусь или приобретения. А есть какая-то, не знаю, может быть, тенденция, вы понимаете, что из года в год эта цифра растет. И действительно, к экзотам у белорусов есть такой реальный интерес. Ну, пока эта цифра, я бы не сказал, что экзотики растет. Ну, конечно, как и везде, наверное, что-то меняется, меняются тренды, и люди хотят поменять свои там привычки. Но я хотел бы обратить, наверное, внимание белорусов на то, что перед тем, как завести какое-то экзотическое животное, нужно изучить возможность, биологический вид, свои возможности, чтобы оценить, сможешь ты его содержать или не сможешь. И в дальнейшем потом не искать пути его с быта или вообще не выпустить его где-то в природу. Поэтому вот с такой просьбой, как говорится, хочется обратиться к белорусам. Да, а потом получается, что вдруг в Минском дворе находят змею, да притом такую необычную, экзотическую, да, на яркого окраса. Там какие-то, вот я читаю, имела красные, черные, светлые кольца. Первое, конечно, ну какое мнение, что она ядовитая, да? Но, слава богу, она казалась не ядовитой, насколько я понимаю. Нет, она не ядовитая. А каких змей можно содержать в квартире? А каких нельзя, вот расскажите. Ну, перечень видов, которые запрещено содержать в квартирах и в придомовых территориях определено постановлением Министерства природных ресурсов номер 34. Ну и в первую очередь туда входят все ядовитые змеи, если касаться змей. Это кобры, это тигровые змеи, это морские, гадюки, африканские. То есть все вот эти виды, также сюда включены хищные животные. Например, медведи, тигры, львы, которые не разрешаются содержать в домашних условиях. Ну так себе соседство, да, там живешь с тигром, да, ну как, честно говоря, но любителя компании. То есть получается, что человек, который все-таки решил завести себе змею, должен обратиться к вам, да, в организацию для того, чтобы зарегистрировать вот такого соседа у себя. Получить разрешение, да, получается? Я бы сказал, что не все, кто решил завести. Есть с 2007 года три категории животных, которые должны быть зарегистрированы в Министерство природных ресурсов. Первые категории – это животные, которые включены в Красную книгу Республики Беларусь. Вторая категория животных – это которые подпадают под действие Международной конвенции СИТЭС. Это тоже как бы Международная красная книга. И третья категория животных – это отлоу в целях содержания или разведения в неволе по разрешению, осуществляется по разрешению Министерства природных ресурсов. То есть когда вы отловили, то вы опять же должны обратиться за регистрацией. За регистрацией гражданин должен обратиться в течение месяца с момента приобретения, ну или отлова этого животного. Здесь для того, чтобы зарегистрировать животное, нужно показать его легальность приобретения. То есть это может быть договор купли-продажи, мены, дарения. То есть нужны документы в любом случае. Да, нужны документы. Здесь же отслеживается еще и вопрос контрабанды, чтобы не завозилось без документов эти животные. Ну и основное, наверное, даже не основное, а второе условие – это наличие условий для содержания этого вида. Это помещение, размеры и помещение в зависимости от вида. Это особенности, когда мы можем создать условия для этого вида. То есть вот эти все условия, если соблюдаются, то Министерство природных ресурсов выдает свидетельство о регистрации, вполне… Пожалуйста, соседствуйся, да. А ведь может быть так, что человек действительно, ну вот прошел все эти этапы, все, живут, поживают себе и вдруг понимают, что ну вот не соседи мы, невозможно нам вместе жить. Вот в этом случае куда обращаться? Я знаю, что вот мы снимали как-то туристический проект телеканала «Беларусь-1» в Белозерске, и там, например, в каналах водятся пирания. Местные жители рассказывают о том, что это просто вот кто-то завел, а потом решил, что нет-нет-нет, не нужно нам такое соседство. И выпустил в ближайший водоем. Вот они там себе размножаются и, между прочим, влияют на экосистему местную, получается так. Что делать, если человек понял, что вот не может он жить со змеей? Ну, если есть выход, например, можно его продать, можно подарить, можно обменять, то есть как вариант. То есть не выпускать вот так, непонятно куда, в открытое пространство? Понимаете, одним из условий, или, наверное, не условий, а требований, когда делалось постановление, это предотвращение попадания инвазивных чужеродных видов в нашу окружающую среду. То есть когда, как вы говорите, человек приобрел, потом понял, что не может ее содержать, он ее выпускает в окружающую среду, вид начинает себе благополучно размножаться, и то есть он наносит вред уже нашей экологической и биологической системе. Есть, по-моему, я читала, красноухие черепахи, если я не ошибаюсь, да? Ну, есть, да. Да, вот они тоже потенциально опасны, потому что при соседствии с нашими черепашками, да. Они влияют на наши черепахи. Посмотрите, какая, получается, суперответственность на человеке, который решил ввести в нашу страну, да, экзота, и завести у себя его. То есть нужно сто раз подумать, действительно, прежде чем это сделать. Это точно. Ну, или просто развестись. Развестись по любви. Понял, да, развестись по любви. Может быть, стоит звонить, я не знаю, в местные зоопарки, да? Можно предложить зоопарк местный. Конечно, можно проработать этот вопрос зоопарком. Да, то есть все лучше, чем просто выпускать на все четыре страны, да? Выпускать ни в коем случае в окружающую среду нельзя. Петр Васильевич, а вообще, вот о чем говорит статистика? Какие еще экзотические животных предпочитают белорусы? Вот на вашей практике, вот какие были варианты? Ну, по статистике, в основном, наверное, это питоны. Питоны, да? Питоны, да, завозят. Но есть виды, например, которые регистрируются. Это совы, черепахи, ну, хамелеоны. Хамелеоны. То есть вот эти виды, которые попадаются в Республике Беларусь. А давайте поговорим об ответственности. Ну, такое конкретное, да? То есть что грозит человеку, который, например, ввез ту же змею и не зарегистрировал у вас, да? Что грозит? Есть ли какая-то административная, возможно, ответственность за этот поступок? Конечно. Это есть административная ответственность в соответствии с кодексом административных правонарушений. Если человек не своевременно зарегистрировал животное или у него нарушены условия содержания, то на него может быть наложена административная ответственность от 20 до 200 базовых величин. Причем, если сейчас нету в статье возможности конфискации такого животного, то прорабатывается вопрос внесения изменений, чтобы можно было при определенных условиях конфисковать данное животное. Если человек нарушил правила по ввозу, вывозу животных, которые подпадают под действием международных договоров или вывоза животных, которые находятся у Красной книги Республики Беларусь, то здесь административная ответственность еще жестче. Это от 20 до 1000 базовых величин. То есть ответственность достаточно большая. Так что стоит задуматься. Поэтому да, здесь нужно задуматься, перед тем, как вы будете заводить, нужно задуматься. Если кто-то из ваших коллег говорит, я живу со змеей, не спешите улыбаться, как в том анекдоте. Все может быть на самом деле очень серьезно, в буквальном смысле. Петр Васильевич, мы благодарим вас, что вы уделили время для нашей утренней беседы в прямом эфире. Спасибо вам за полезную информацию. Ну и напомню, что у нас в гостях был заместитель начальника Главного управления регулирования обращения с отходами биологического и ландшафтного разнообразия, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Николаенко. Хорошего дня желаем. Спасибо. Спасибо.